Учиться, учиться, учиться страстно овладевать наукой и техникой. Как цветы должны они расцвести? Учиться, учиться, учиться для нашего будущего, для нашей страны. Учиться нашему искусству, нашему образу жизни. Наша драгоценная родина, твое и мое счастье, пели красивые корейские девушки, сверкая улыбками, яркими платьями и украшениями. Их движения в такт музыки под национальным колоритом, которые угадывались в дисконотке ранних Бонни М, были слажены, ноги стройны, а платья революционно коротки. Записи самой модной в КНДР и любимой руководителем страны Ким Чен Ынам группы Maranbon Band, пятеро солисток и женский оркестр, в добрую половину симфонического, развлекали нас в течение полутора часов полета к компании Air Korea из Пекина в Пхеньян. Бегущая по монитору строка английских субтитров сообщала, о чем поют. О прекрасной родине, радости труда, о любви к дорогому маршалу и президенту, здоровье которого единственное чаяние миллионов его сыновей и дочерей днем и ночью. Звук был включен на полную громкость, что ограничивало выбор развлечений. Виды монументальных сооружений на экране сменялись полотнами из людей пикселей на площади Ким Ир Сена, раздольными пейзажами, светлыми лицами руководителей страны и снова поющими девушками. Черно-серый образ Северной Кореи, стереотипом сидящий в памяти любого европейца. Подвергся коррозии. Красивые, как солистки Маранбона стюардессы, раздавали англоязычную газету «Пхеньян Таймс», повествующую о трудовых буднях Ким Чен Ына и достижениях КНДР. Разносили гамбургеры, очень острые, корейские ответы США. В салоне самолета было всего человек 15, из иностранцев я с ребенком. Остальные сосредоточенные корейцы во френчах с никогда не снимаемыми значками с портретами Ким Эр Сена и Ким Чен Ира. Такие же портреты нас встретили в аэропорту. Но первым впечатлением был воздух. Неожиданно влажный, свежий, хоть до моря километров 50. Апхеньян большой город. Здание аэропорта крошечное, как в провинциальном центре. Располагало единственным залом, разделенным шторками на отсеке. Контроль прошли на удивление быстро. Никаких особых формальностей, кроме регистрации мобильных устройств. Будь мы простыми туристами, нас встретили бы специально обученный гид. И всю неделю водил бы по регламентированным маршрутам, на котором на коротком поводке. Но я приехала по приглашению подруги, живущей в дипломатической миссии, поэтому могла перемещаться без неусыпного надзора со стороны члена трудовой партии Кореи. Из аэропорта в столицу мы ехали на машине по широкополосному пустому шоссе, усеянному заплатками. Унылые поля по бокам не вносили разнообразия в монотонный пейзаж. И только небо на западе светилось оранжевым. При въезде в Пхеньян асфальт заметно улучшился. Впереди по курсу выросло несколько сверкающих небоскребов, а когда мы добрались до моста, картина буквально вспыхнула красным из-за солнца, сидящего прямо на реку Теданган. По мосту двигались велосипедисты, машин было мало. Еще несколько лет назад автомобилей вообще почти не было, комментировала подруга. И корейцы никак не привыкнут к тому, что они появились, и что надо соблюдать какие-то правила. Либо бегут, не разбирая дороги, либо впадают в ступор. Видишь, тут на каждом перекрестке стоят регулировщицы. А что, светофоров нет? Есть! Но одно другому не мешает. Дополнительный контроль. Позже, где бы я ни ходила по Пхеньяну, в пределах видимости всегда оказывались эти строгие ангелы дорог с палочкой и свистком. Говорят, стройных и красивых девушек отбирают для такой работы по всей стране. В ярко-синей форме, с красной повязкой на рукаве. В белых носочках и черных туфлях, на трехсантиметровых каблуках. Они регулируют движение на пустых перекрестках, независимо от наличия светофоров, пешеходов и самого движения. Однажды мне довелось наблюдать момент правонарушения. Красавица при исполнении яростно дула в свисток, пытаясь остановить какую-то ладу. И даже бросилась за ней бежать. Машина законопослушно остановилась. Тем не менее, не синяя форма постовых задает тон в столице КНДР. Главная сила страны – армия. Если посчитать всех, кого я видела в Северной Корее, то людей в военной форме окажется куда больше, чем в обычной. И не только потому, что они ходят с троем, что минимальный срок службы – пять лет, но и потому, что военную форму здесь часто носят даже гражданские. Из гордой бедности или бедной гордости – трудно сказать. Утром, когда мы вышли на совершенно пустую улицу, будто из-под земли выросла колонна грузовиков с солдатами, впереди шел автомобиль с огромным громкоговорителем, призывающим к чему-то явно хорошему и героическому. Военные убористой картошкой, сидящие в кузовах, дружно поворачивали головы в нашу сторону, будто увидели инопланетян. Мы стали махать им руками, они улыбались и махали в ответ. Колонну замыкал еще один автомобиль с громкоговорителем. Они проехали, и на просторах города снова стало тихо и пусто. «Здесь никто не болтается по улицам просто так», – объясняла мне подруга местные порядки. Все заняты делом, работают или учатся. Днем в будни мало кого увидишь, кроме постовых и военных. А в субботу у всех портучение с утра до вечера. Вот махина в традиционном стиле – народный дворец учебы, он же – национальная библиотека. Здесь каждый день лекции для народа устраивают и следуют Чучхе – местный кодекс строителей коммунизма в отдельно взятой стране. За рекой, видишь, монумент идей Чучхе в виде факела высотой 170 метров. Площадь Ким Ирсене, которая во время больших праздников оживает картинами из людей-пикселей, тоже была пуста. Но больше, чем широкая пустота, меня поражала наваливающаяся со всех сторон монументальность. Народный театр, дворец съездов и вот, наконец, великий монумент – 20-метровые статуи двух генералиссимусов на фоне 70-метровой мозаики музея Корейской революции. А с обоих флангов от вождей композиции 50-метровой длины из 228 фигур под красными гранитными знаменами представителей трудового и боевого народа. Бронзовый Ким Чен Ир присоединился к солнцеподобному отцу два года назад. И он чуть пониже. Но заметить разницу человеку, чувствующему себя муравьем рядом с этими гигантами, невозможно. Ощущение муравейности усилилось, когда мы увидели процессию из пары сотен школьников, которые под руководством учителей шли поклониться вождям. Впереди шествовали пионеры в красных галстуках. В руках у двух-трех из них были жиденькие букеты цветов. Сзади шли ребята постарше. Все в темно-синей форме, у девочек темные лосины из-под юбок. Свои рюкзаки, сумки, курточки они оставили на краю площади. Учительница караулила кучу вещей. Кстати, за неделю я больше ни у кого живых цветов не видела, даже у невест. Наверное, осень не сезон, зато на свадьбе сезон был в разгаре. Со свадьбами в Пхеньяне хорошо. Оказалось, что здешние юноши и девушки охотно женятся в будние дни. Да и дело это не хитрое, народно-демократическое. Без белых платьев, лимузинов и религиозных ритуалов. В качестве свадебного выступает яркое национальное платье с цветочными узорами и волнами на длинной юбке. Наряд для любых торжеств неодноразовый. Жених в обычном костюме. Самое большое количество свадебных процессий мы увидели на окраине Пхеньяна в парке миниатюр, где сосредоточены уменьшенные копии основных достопримечательностей страны. От алмазных гор до гостиницы Рюген, самого высокого сооружения КНДР и самого продолжительного социалистического долгостроя всех времен. Среди прочего мини-копии триумфальной арки Пхеньяне, оригинал которой пугает своими размерами даже в этом городе гигантских монументов. Он на 10 метров выше парижского аналога. Мини-копия факела идеи Чучхе сама по себе тоже получилась немаленькой. А вот вожди из великого монумента, уменьшенные пропорционально музея революции, потеряли свою внушительность. Щекотливую ситуацию в парке решили просто. На фоне солнцеподобных запретили фотографироваться стоя, чтобы никто не казался выше их. Поэтому все участники свадебных процессий присаживались перед мини-кимами на корточки. Группы переходили от одного объекта к другому, фотографируясь у каждого на телефоне. Иногда перед объектами выстраивались свадебные очереди. Часто невесту по внешнему виду трудно было отличить от ее подружки. Помогало только наличие жениха с искусственной ботанеркой на пиджаке. Глядя на молодоженов, приезжающих в парк в сопровождении гостей на обычных автобусах, я подумала, что не случайно они стремятся сюда. Здесь их не накрывает монументальное счастье отчизны. И их личное счастье кажется чуть значительнее, а великая родина уменьшается с ними на одной фотографии. В парке Миниантюр я обнаружила также уличные ларьки с водой, мороженым и нехитрыми фастфудом, привлекающим внимание гулящих. Корейцы любят поесть вне дома. Самый популярный вариант воскресных посиделок – пикники. Для них созданы условия во всех парках Пхеньяна. И за его пределами в специально отведенных местах поставлены столы и стулья. В природном парке на горе Ренаксан мы обнаружили целую поляну каменных столов и табуреток. Там культурно отдыхали люди с семьями и компаниями, были и военные. Все сидели, ели привезенную с собой еду. Кто-то жарил мясо и моллюсков на маленькой газовой плитке. Никто никому не мешал, никто не искал уединения на природе. Приехали, поели, пошумели, кто-то убрали за собой, уехали, день удался. Только в зонах пикников заметен мусор. Остальные общественные места отличаются чистотой и ухоженностью. Причина в том, что в парках постоянно метут и метут совершенно чистые дорожки. Туда-сюда, туда-сюда. Право на труд не дается за просто так. Поднялись на гору. Встретить еще один корейский закат. Вся широкая земля была как на ладони и казалась уютной. На корейском слово Пхеньян означает широкая земля, уютная местность. Даже блестящий золотой зуб долгостроя Рёгён не нарушал гармонии. Откуда-то с пикниковой зоны голоса, немного тронутые градусом, выводили песни. Все жители КНДР очень музыкальные. Каждого ребенка здесь учат петь и играть хотя бы на двух инструментах. Как писал великий кормчий Ким Чен Ир, в 21 веке существует три типа дураков. Те, кто курят. Те, кто не любят музыку. И те, кто не умеют работать на компьютерах. Про компьютеры достоверно неизвестно. Курят много и везде. Но только мужчины. А вот по части музыки и пения дураков в Северной Корее нет. Все любят группу Maranbon Band, которую любит Ким Чен Ын. Записи девушек крутят во всех ресторанах. Но как-то, сидя в одном из них, я наблюдала за плавным движением рыб в большом бассейне в центре зала. Я услышала пение дуэтом у столика подаль. Две красивые официантки чистыми голосами пели что-то народное для клиентов. Это обычное дело, объяснили мне. Официанток часто просят спеть. Они это делают с удовольствием и бесплатно. В тот раз мы ели рыбу на пару. А на закуску острую капусту, кимчи, главное блюдо корейцев. Местная кухня ничего общего с нашими представлениями о ней не имеет. Впрочем, кое в чем мы не ошибаемся. Все очень острое. Раз. И собак таки едят. Два. Собачача не подается в специальных ресторанах. Иногда она есть в меню обычных. Говорят, у русских желудок к ней не приспособлен. А вот что касается известной в России корейской морковки, то в Корее такой нет. В кафе и ресторанах мы не раз видели зажиточных корейцев. Предприятия общепита не делятся на две категории для своих и для иностранцев. Но вся остальная инфраструктура распилена на непересекающиеся друг с другом неравные части. Пару раз сестра втолкнула меня в магазины для местных. Иди-ка глянь. И оба раза в пять секунд была вытолкнута обратно перепуганными продавщицами. Это было чем-то вроде сельпо, прилавок и два ряда полок с узким ассортиментом продуктов и вещей первой необходимости от хлеба до носков. В валютных магазинах для иностранцев у тех, у кого есть валюта, ассортимент намного разнообразнее. Но тоже оставляет желать лучшего. И главное, никогда не знаешь, что и в какой момент может кончиться. Молоко или туалетная бумага. Туристов на автобусах привозят в показательный магазин Pai Gang Shop. Там продаются продукты, конфеты, игрушки, косметика, костовары и одежда. Работниц много и все должны быть заняты, поэтому они возят за покупателями тележки. Общаться с иностранцами могут только те, чья работа это подразумевает. Приветливые вышкаленные официантки, гиды, продавцы и тому подобное. На улице ты ни с кем не можешь вступить в контакт, даже спросить дорогу. Общаться с иностранцами простым гражданам КНДР запрещено, чтобы исключить возможность обмена информацией между хозяевами страны и ее гостями. Последним не разрешается пользоваться общественным транспортом. Только на две станции метрополитена, самого глубокого в мире и не менее монтументального, чем московский, туристов организованно приводят на экскурсии. Телефонные линии разделены, иностранец не может позвонить гражданину КНДР и наоборот. Интернет только у избранных, у остальных телевидение. С потоком новостей об успехах страны, счастья народа и мудрых решений руководителя. Где бы мы ни гуляли, на нас смотрели, как на существ другой планеты. Долгими, внимательными взглядами. Быть может, виной тому мои рыжие волосы и красная куртка, выглядевшие вызывающе на общем серо-коричневом фоне. Ярко там одевают только маленьких детей. С детьми вообще все иначе. Как-то мы шли по улице, и в центре города я и за нами увязалась троица детишек лет восьми. Они шли сзади и хихикали. Мы останавливались, и они останавливались, махали ручками издалека. Так продолжалось, пока кто-то из прохожих на них не шикнул, чтобы не приставали к иностранцам. Европейские же дети, в свою очередь, вызывают у взрослых корейцев необъяснимое движение души и тела. Официантки не упускали случая потрогать и даже потискать мою пятилетнюю дочку. Это казалось естественным, но иногда подобные импульсы овладевали кем-то на улице. Отдельные представители законопослушной массы неожиданно могли подойти, погладить или потрепать ребенка по щеке. Позже мне объяснили, что у них хорошая примета потрогать европейского ребенка. Вроде как на счастье. Вряд ли такое счастье одобрила бы трудовая партия Кореи. Родителей с маленькими детьми на улицах не так уж много. Дети в садах-интернатах. Государство воспитывает подрастающее поколение, пока родители работают и учатся. Не пользоваться правом на труд невозможно. Есть статья за тунеядство, а работа найдется каждому. Пилить деревья канатами, мести грунтовые дороги. Каждому выходящему на пенсию тоже определяется фронт посильных работ. Например, кусок газона, за которым надо ухаживать. Я несколько раз видела сухонькую, сгорбленную старушку с котомкой за спиной неподалеку от дипгородка. Она приносила воду и поливала траву. Трудовые свершения отмечаются красными звездами даже на бортах общественного транспорта. Одна звездочка за 50 тысяч ли пробега. Один ли 500 метров. Я видела автобус-труженик, весь борт которого был усеян звездами. В него утрамбовывалась длинная очередь из людей, возвращающихся домой с работы. На них с улыбками смотрели портреты вождей с клумбы неподалеку. В последний день мы таки пришли к монументальной идее Чучхе, главного философского детища Ким Арсена. Его скульптуры тут нет, но стоящие перед 170-метровым факелом рабочие с молотком, колхозница с серпом и трудовой интеллигент с кистью, держат в свободной руке по экземпляру книги вождя. Мы поднялись на лифте, вышли на узкую круговую площадку, чтобы бросить прощальный взгляд на город с высоты идеи Чучхе. «Бьютифл!» — услышали мы голос стоящего неподалеку иностранца, которого пас неусыпный гид со значком. Спустившись, мы пошли по набережной Тэдэнгана. На траве у реки сидели корейцы, в основном студенты, закончившие занятия. Как всегда, люди встречали и провожали нас любопытными взглядами. Это все, что они могли себе позволить в качестве контакта с представителями чужой цивилизации. И вдруг, пройдя мимо очередной маленькой кампании парней, я услышала слово с опаской, брошенное нам вслед. «Бьютифл!» Я быстро оглянулась, но они уже смотрели в сторону солнца, садящего в татагон. Тэдэнган. Текст Юлии Синица публикуется в журнале «Вокруг света» в апреле 2014 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Текст Юлии Синица публикается в журнале «Вокруг света» 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 в журнале